Нанджипхай Шах представляет Отец, правда Мумбай большой город? Да, сынок, очень большой А как мы за пять дней его посмотрим? Все увидим, сынок, не волнуйся, я тебе все покажу Я хочу видеть море, и хочу, чтобы меня там сфотографировали Хорошо, сынок, мы сфотографируем тебя Я хочу сфотографироваться вместе с Амитабхом Батчаном Да, сынок, и это сделаем, хорошо? Хорошо, господин, ваш сын очень много говорит Я хочу заметить, вы очень терпеливый человек Отвечайте на все его вопросы Кажется, это ваш единственный сын Вообще-то, это сын моего брата Брата его жены, уже нет живых Поэтому мы оба его воспитываем Вот решили показать ему Мумбай Замечательно Если бы вы не сказали, что это не родной сын Я бы никогда не догадался Вы его очень любите, как родного сына Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По воле Рока Субтитры создавал DimaTorzok Тетушка Гулия, ты видел фильм «Стена»? Знаешь, что мне там больше всего понравилось? Я никогда не подбираю брошенные деньги А мне диалог Амитаб Хабачен Сегодня ты должен быть доволен Давайте еще раз посмотрим этот фильм Эй, кто ты? Чего рьешь? Дядя и тетя потерялись Не дядя и тетя, а ты сам потерялся в этом городе Я очень голодный Со вчерашнего дня ничего не ел Никогда ничего не надо просить Нужно отнимать, понял? Лови его Не дай ему бежать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В ролях Бобби Деол Приянка Чопра Кабир Бяди и другие Кабир Бобби Деол Экспресс прибывает на платформу номер 4 Просим вас присматривать за своими вещами Если заметите что-нибудь подозрительное Прощайтесь в полицию Да, все в порядке Буду через час Эй, вор! Оператор Шрипад Нату Композитор Анант Радж Кто ты? Где ты его поймал? Возле кинотеатра Навранг Встать Бери и убирайся Режиссер Гудо Пханова Братья и сестры, пожалуйста, помогите мне Я солдат Потерял зрение на военной службе Поэтому вынужден просить милостыню Подайте Кто сколько может Что ты делаешь? Грабишь ничего? Эй, добрые люди Он ограбил ничего Кто тебя отравил? Мы просто взяли свои комиссионные Ты же только что был слепым Как же ты прозрел? Давай, садись лучше Вот ведь люди Ограбили ничего Да поразит вас гром Как зовут? Тони Как отца звали? Пони Отвечай, как следует Понял? Как следует, отвечаю Сколько раз у меня вызывают в полицию И задают одни и те же вопросы Как меня зовут? Как моего отца звали? А мой отец умер, когда я был ребенком Я его даже не помню Ты веришь в Бога? Благодаря Ему я и появился на свет Мне надо задать Ему массу вопросов Где-то было вчера 8 часов Вчера вечером Давай быстрее вспоминай Конечно, вспомню Это ведь полицейский участок Нельзя отвечать на Абу Итак, вчера вечером Да, вчера вечером я был в Колоба У тети Иногда она приглашает меня к себе на ужин Она очень хорошо готовит рыбу Кстати, вы можете ее сюда пригласить Она может и сюда прийти и в суп тоже Он лжет Это верно Я лгу Потому что нет смысла говорить вам правду Вы ведь всегда думаете, что я вас обманываю Но сейчас я скажу правду Спрашивайте Вчера ночью на базаре Завери Ты вырвал из рук ювелира сумку Там были драгоценности и деньги Где сумка? О чем вы говорите, господин? Зачем вы мне приписываете это преступление? Я уже давно со всем этим завязал Я учусь на автомеханике в гараже Не надо, господин Обойдемся без рук Никакого рукоприкладства Я же сказал, что этого не делал У вас есть свидетели? Кто может подтвердить, что я Украл эту сумку? Никто? Если вы меня сейчас будете бить То, конечно, можете выбить у меня признание Но на суде я все буду отрицать И я скажу суде, каким образом Вы вынудили меня дать это показание Какая вам польза? Вам и мне Я пойду? Пошли, Голи Ну что, Тони, все в порядке? Монна сказала, что тебя полиция забрала За что? Они просто время зря убивают Да и черт с ними Помнишь, я тебе рассказывал о господине Патиле? Теперь у меня есть время тебя с ним познакомить Ему нужны такие люди Вроде нас И когда ты познакомишь Я много о тебе слышал Ты заноза в глазу полицейских Я тоже? Но слышен о вас Голи мне все уши прожужжал Давай я познакомлю тебя с господином Патилем И чтобы отвязаться, я согласился Давайте поговорим о деле А я как раз тебя за этим и пригласил Знаешь, некоторые люди Хотят стать владельцами машины И для этого берут кредит в банке Но завладев машиной, они забывают вернуть кредит У меня набралось уже пять таких дел Тебе надо их навестить, взять с них деньги И принести их сюда И если не заплатят, возьми ключ от машины Я готов тебе платить две тысячи рупий За каждую машину А разве банк дает им деньги зарухлить? Что значит рухлить? Новая машина, хороший мотор, покрышки Крышки О чем он говорит? Не понимаю Господин Патиль, я ведь знаю, сколько стоит машина на рынке Конечно знаешь Поэтому я прошу за каждую машину десять тысяч рупий Знаешь, у меня ведь в резерве есть и другие парни Но я тебя пригласил, потому что Чандуп Хай сказал, что ты хороший парень Он ошибся, я не хороший парень Если ты не согласен с моим предложением, я ухожу Эй, подожди К чему такая спешка? Я готов тебе дать столько, сколько ты просишь Вот смотри, в этой папке имена и адреса всех болжников Голи, займись этим Принеси мне ключ от машины И я с тобой по-братски расплачусь Господин Патиль, ты не должен был идти сразу у них на поводу Отстань Деньги не стоят того У Викаса Патиля наметанный глаз Он деньги на ветер не бросает Дайте мне еще два дня Я выплачу критик за машину Пожалуйста, выслушайте меня Не забирайте у меня машину Давай, поехали Я вам чек выпишу Чек выпишу, не отнимайте у меня машину А если хотите, всю чековую книжку отдам Эй, что вы делаете? Кто за тебя будет платить кредит? Если хочешь водить машину, заплати за нее Притормози здесь Ждите меня здесь Если не вернусь через 10 минут, заходите Постойте здесь Я свяжу сцена Нет, она Нет Я 20 лет занимаюсь бизнесом Все время приходится оплачивать твои счета Она там пришел парень из банка Говорит, если не вернять у кредит, он заберет машину Да? Пригласи его Это ты, чучело? Пришел из банка за деньгами А если не в этом деньги, заберешь машину? Возьми ключи, если ты такой прыткий Я не знаю! Я не знаю! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Голи, хватай ключи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 забрал нос. Его надо было проучить. Я все возьму на себя. У тебя не будет никаких неприятностей. Это не первый такой случай. Да, быстро ты его сделал. Садись. Раз, два, три, четыре. А где пятый? Пятый здесь. Давай их мне. После того, как отдашь мне 20 тысяч. Что это ты заговорил о деньгах? Я избавил тебя от всех неприятностей. Ради тебя я разговаривал с Шеки, с полицией. С кем только не разговаривал. Я разве просил тебя говорить с Шеки? Говорить с полицией? Ведь нет? Если бы даже Шеки погиб, для меня бы это ничего не значило. За эти ключи я возьму 20 тысяч. 20 тысяч. Патиль даст тебе 20 тысяч. Даст тебе 20 тысяч, только не устраивает цен. Раз, два, три, четыре. Если подвернется другая работа, я тебя вспомню. Но будь осторожен, господин Патиль. Вы не должны были ему давать столько денег. У него крыша съедет. Чандья, у него крыша уже поехала. Но нам и нужны такие чокнутые. Я ведь понимаю, что делаю. Стрельный воробей. Вот голи. Распредели между всеми. Но в чем дело? Улыбайтесь, ребята. Берите. Развлекайтесь. Раз, два, три, четыре. Что ты собираешься делать, Гули? Пойду на представление сапны. И тебе тоже куплю билет. Я лучше пойду домой. Высплюсь. Ты там в зале можешь выспаться, а я посмотрю представление. Ну как? Ладно. Идем. Ты думаешь, это слишком дорого? Ты не представляешь, сколько мадам себе забирает. Я продам вам по низкой цене, потому что это благотворительный концерт. Я секретарь мадам, а не отец, чтобы за нее все решать. Ребята, останетесь довольны. Посмотрите, какая очередь. Ни одна певица в подметке не годится. Все от нее без ума. Поэтому и билеты такие дорогие. И это мое место. Да. Так и есть. Иди лучше сядь на другое место. Иди, иди. Иди лучше сядь на другое место. Почему ты не смотришь на меня, мой любимый? Разве ты не знаешь, что я думаю только о тебе? Иди лучше сядь на другое место. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Днем и ночью я думаю только о ней. Эта красавица украла мое сердце. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Очень хорошо получилось, мадам. Просто замечательно. Я написал еще одну песню. Завтра репетиция. Ну все, пока. До свидания. Ну как дела? Она тебе протянула палец, а ты схватил всю руку? Что ты хочешь сказать? Хотел бы прижать свои руки к ее щекам. Не я прав? Отстань. До свидания. Это Тони. Я совсем забыл. Ты очень хорошо танцевал. Великолепный танец. Ну что, свершилось? Приди в себя. Она тебе не пара. Я тебе это уже говорил. Я хочу, чтобы она мне была парой в любви. Чтобы мне это не стоило. Когда Арвин Дхай выплачивает страховку? По пятницам. А сегодня какой день? Пятница. Какая-то машина несется навстречу. Этот придурок едет прямо на нас. Какая-то машина несется навстречу. 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 Это что, всё? Ну как? Великолепно. Ну что, деньги на нужное дело пошли? Великолепно выглядишь. Великолепно выглядишь. Мадам рвут на части, она отменила запись ради тебя, так что не будь таким скрягой. Заплати побольше. Но мы же договорились. Я переговорил с господином Бахши. Эй, Тони! Какими судьбами? Понял. Красота и тебя притягивает. Ты тоже пришёл на запись? Да. А кто у тебя музыкальный продюсер? Да я сам себе продюсер. Хорошо. Если ты подготовишь альбом, чтобы спеть дуэтом, скажи мне, я попрошу мадам присоединиться. Ну ладно, это мы потом обсудим. Мадам сейчас занята. Послушай, панкач, у меня такая песня, которую никто, кроме мадам, исполнить не может. Ну, мне пора. Позвони мне, я найду тебе работу. Быстрее, у нас запись. Не забудь позвонить. Проходите. Простите, сэр. Вот ваш кулон. Сегодня я должна с ним поговорить. Простите. Простите. Вы каждый день сюда приходите? Честно говоря, пришёл первый раз. Пришёл, чтобы вас увидеть. Я вас полюбил и хочу на вас жениться. Что вы думаете по этому поводу? Это я для вас сделал. Спасибо. У меня никого нет в мире. Но если вы хотите меня познакомить с кем-то из родственников, я готов. Пошли. Я нормально одет? Сойдёт. Пошли. Как мне сегодня везёт. Теперь я на гребне успеха. О, Господи, сколько ты для меня сделал. Помоги мне и на этот раз. Больше я не буду заниматься грёзным бизнесом. Вся жизнь станет другой. Автобус вот-вот подойдёт. Что мне приготовить тебе на обед? Я приготовила вафли. Веди себя в школе хорошо. Вот и автобус уже подошёл. Идём. Эй, подожди. Пошли. Идём. А завтрак? Ты же завтрак забыла отдать. Вечно ты забываешь отдать завтрак. Он целый день останется голодным. Лучше бы я его взял. Какой ещё завтрак? Никакой. Тони. Ты считаешь себя умным. Такие счастливые случаи бывают редко. Не надо их упускать. Нет. Я завяжу вас в прошлом. Обещаю. Что? Ничего. Пошли. Доброе утро. Да. Привет. Это ты, Сапна? Сэр, вы потом посмотрите диагноз. Приготовьте историю болезни. Я сейчас подойду. Какой сюрприз. Господин доктор, это Тони. Тони, это доктор Аджай Саксена. Здравствуйте. Сапна, я должен срочно посмотреть историю болезни. Подожди меня, я освобожусь через 10 минут. Тони, ты знаешь, кто этот доктор? Мой будущий муж. Мой жених. Я собираюсь выйти за него замуж. Мы знакомы с детства. Мина не салуй за него, именно с». БезiffBIuth. Она唯一編. Я собираюсь в будущем. Я遊сь. Языр отец. Кcharger. С invers InstallGR. Ясно. Ясно. Каждаст. Звест homоу. Ясно. Ясно. Каждаст. Эй Το собак. Я к счастую Pero. Вставай, Тони. Вставай, выслушай меня. Убирайся. Нехорошо ты поступаешь, Тони. Мешаешь проезду машин, людей беспокоят. Ты же пьян в стельку. Слушай, меня от тебя тошнит. Подойди ко мне, мой друг. Ну, а что еще? Ну, скажи мне, в чем моя ошибка? Что я такого сделал? Я же их не оскорблял. Я никого не побил. Послушай, послушай. Выслушай меня. Я же никого не побил. Выслушай меня. Ты разлегся на дороге, остановил движение. И спрашиваешь, а в чем моя ошибка? Ты посмотри, что творится. Я женюсь на самой очаровательной женщине в мире. Ну, а что вы гудите? Или это свадебная музыка? Давай потанцуем, а? Хорошо, я уже танцую. Осторожно, осторожно. Алкоголик. Субтитры создавал DimaTorzok И я немного выпил. Просто тяжело на душе. Субтитры создавал DimaTorzok Тони, напомни мне следующий куплет. Я забыл. Ну, тогда слушай. Слушаю. В чем я провинился, если полюбил? Я не виноват, что меня захватило это чувство. Голи. Это ведь песня из какого-то фильма. Послушаю, что я сам придумал. Я напился потому, что ты меня не понимаешь. На самом деле, я не пьян. Я потерял голову из-за тебя. Прекрасно сказано. Ты свела меня с ума. Я безумно тебя люблю. Я безумно тебя люблю. Я безумно тебя люблю. Тони, еще один новый куплет. Мое творение. Я редко сюда прихожу. Только когда совсем пьян. Когда же у меня тяжело на душе, то я пью каждый день. Похвали меня. Подожди, это ведь исполняет Панкан Шудхас. Ну вот, опять ты меня поймал. Послушай, теперь мое творение. Давай. Те, кто приходят в бар, тетушки, почему они так мало пьют? Прекрасно. Какие же они пьянчушки, если они пьют так мало? Нет слов. Просто великолепно. Я не могу жить без тебя. Это правда? Можешь в это поверить. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Голи, ты знаешь, как сапна хорошо поет. Послушай меня, Тони. Выбрось ее из головы. У тебя с ней ничего не выйдет. Я стану большим человеком. Не забывай, что я тебе сказал. Что? Сапна не любит доктора. Родители нашли этого жениха. Сапна любит меня. И ради нее я стану большим человеком. Ты хочешь стать большим человеком и потягаться с этим доктором? Конечно. Послушай, когда ты станешь большим человеком, неужели ее родители выдадут Сапну за тебя замуж? Конечно, ты заблуждаешься. Голи, это не я заблуждаюсь. Это доктор заблуждается. А вот и нет. Знаешь, ты мне друг, а этот доктор ненормальный. Если я тебе друг, то выслушай меня. В жизни что-то значит образование, работа, слава, в конце концов. Нет, я не хочу учиться, чтобы стать доктором. Я хочу зарабатывать деньги. Голи, как только у меня будут деньги, Сапна станет моей. Ты все выпил до дна. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Совершенно обезбашенный. Господин Матия, если он тебе когда-нибудь понадобится, скажи мне. Ты отнял это у меня еще, когда мы были детьми. Где мой воргер? Дома. И откуда он только появился? А кто это? Новый администратор. Он уже много лицензий аннулировал. Как бы он нам не доставил неприятности. Здравствуйте, сэр. Добрый день. Есть Бенгрекс? Да, где он? Вот здесь. Сколько в наличии? Хватает. Вчера поступила новая партия. Опечатайте товар. Господин Сина. Здравствуйте, господин Гусай. Добрый день, господин Сина. Что это такое? Вакцина. Для чего вы ее припасли? Чтобы спасти детей от желтухи. Какая компания импортировала? Какая компания? Вы можете сказать, когда кончается срок годности? В августе 2004-го. В августе 2003-го. Значит, срок годности давно истек. Дядь, ваше тут Камал. Мне нужно сказать, что я ваша маленькая. Я слушаю. Доктор Гусай говорит, что надо уничтожить всю партию вакцины. Передай ему трубку. Он хочет с вами поговорить. Сэр, зачем так нужно утруждать себя? Я собирался лично с вами встретиться. Знаете, господин Малия, вы должны уничтожить всю партию этой вакцины. О чем вы говорите, доктор? Этот товар стоит десятки миллионов рупий. Я не могу понести такие убытки. Вы говорите о доходах и расходах. А речь идет о жизни детей. Господин доктор, ничего с ними не будет. Эту вакцину еще можно использовать год, а то и два. Что вы такое говорите? Это же необычный товар. Это лекарство. Я отлично вас понимаю, доктор Гусай. Я говорил своему старшему сыну, чтобы он проверил вакцину и получил ваше разрешение на ее использование. Я сегодня же его пришлю в ваш офис с письмом и пакетом. Нет, господин Малия, мне не нужен никакой пакет. Я не дам вам разрешение. Сделайте то, что я сказал, иначе я буду вынужден принять меры против вашей компании. У меня все. Сэр, кажется, возникли проблемы? Извините, было мало времени, чтобы продать весь товар. Поэтому мы заменили старые этикетки новыми. Что вы наделали? Я распорядился убрать старые этикетки. Простите, сэр. Что мне теперь делать? Сначала надо решить вопрос с доктором Гусай. Патиль. Простите, сэр. Здравствуйте. Продолжение следует... 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 Твой отец не виновен. Ты можешь им сказать, что мой отец не виновен? Ты можешь со мной пойти это сказать? Пожалуйста, пойдем со мной. И скажи им, что мой отец не виновен. Быстрее. Быстрее, мы торопимся. Мадам, как вы не поймете, время свидания уже закончилось. Где начальник тюрьмы? Я вас приведу к нему. Господин, я дочь Харгабин Тагасаи. Я должна его видеть немедленно. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Мадам, что он сказал, сержант? Время свидания уже закончилось. Вы не можете сейчас с ним встретиться. Приходите в понедельник. Сэр, понедельник будет уже поздно. Я должна его видеть немедленно. Должна ему сказать, что обвинения, выдвинутые против него, ложные. Он не виновен. Мой отец совсем по духам. Когда он встретится с этим человеком, у него появится какая-то надежда. Послушайте, мисс. Я вам сказал, я не могу нарушить закон. Странный вы человек. Как вы не можете понять? Это вопрос жизни и смерти моего отца. Все может с ним произойти. Я должна ему сказать, что есть кто-то, кто может подтвердить, что он невиновен. Что его выпустят из тюрьмы. В чем проблема? Вы можете это сказать в понедельник. Ничего не могу сделать. Как вы не можете понять? Сапна, мы встретимся с ним позже. Речь идет всего о двух днях. Ничего с ним не случится. Почему ты так смотришь? Смотрю, какие бывают странные повороты судьбы. Сегодня в такую тяжелую минуту. Меня бросил человек, за которого я собиралась выйти замуж. Кто обещал мне все время быть рядом. На кого я возлагала столько надежд. Мне был так нужен. А ты совершенно посторонний человек. О любви к кому я никогда даже не думала. Сегодня ты мне оказался. Настоящей опорой. Где тот подарок, который ты не собирался дать? Занаденье его. Это не мое сердце. И я схожу с ума от любви к тебе. Как я счастлива, что встретила тебя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Нет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok День независимости День независимости День независимости День независимости День независимости День независимости Тони, вы можете взять в какой-нибудь другой день. Мы не должны упускать сегодня такую возможность. Поехали. Мы уже опаздываем. Папа, как вы? Папа, вас очень скоро отсюда выпустят. Дочка, не надо надеяться. Теперь это невозможно. Нет, папа, это не просто надежда. Это правда. Судя докажет, что выдвинутые против вас обвинения – ложь. Только ты можешь на это надеяться. Так думать и так говорить. И никто, кроме тебя, в этом городе. Есть кое-кто, папа, кто может подтвердить, что вы невиновны. Да, она приходила сюда. Ей все известно. Она была в страшном гневе. А-а-а! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Погубил жизнь моего папы Его обвинили в убийстве и бросили за решетку А моя мама, она была настолько убита горем, что приняла смерть Ты понимаешь, что такое смерть? Ее нет в живых, она умерла Что тебе еще от меня нужно? Хочешь убить и меня? Давай, убивай Убивай! Если ты этого даже не можешь, то убирайся отсюда Убирайся! Я ненавижу твое лицо, Тони! Ненавижу тебя! Да, ненавидь меня Это, видно, написано у меня на роду У меня в жизни нет никого, кроме тебя Я виноват в том, что произошло с тобой Но я это сделал, потому что добивался тебя Хотел быть с тобой на одном уровне Откуда я знал, что доктор, который заставил подписать бумаги, твой отец? Разве я мог подумать, что из-за этого погибнут дети? Мне даже в кошмарном сне не могло такое присниться В то время я был одержим одной мыслью Я хотел добиться тебя Всю жизнь меня преследует злой рок Мне было семь лет, когда дядя бросил меня одного Я вырос в трущобах Семь лет начал работать в винной лавке Из-за голода я начал воровать После этого мне больше ничего не оставалось, как катиться вниз Сапна, у меня не было никого Кто бы мне мог объяснить, что такое хорошо и что такое плохо? Я рыдал в подушку и вытирал свои слезы Сапна, у меня есть только ты Я люблю тебя и надеюсь на тебя А сегодня... Где? Где? Здесь Где, Тони? Где твой дружок, Тони? Его здесь нет Где же он? Скажи мне, где он? Он ушел Он был здесь и ушел? Куда он пошел? Я не знаю Говори, куда он пошел Или я тебя пристрелю Куда он пошел? Я не знаю Видимо, ты по-хорошему не понимаешь Ну что, вспомнила? Когда он приходит к тебе, вы воркуете, как голубя А мне не можешь сказать, где он живет? Меня зовут Патиль Викас Патиль Если ты мне не скажешь, где его можно найти Я тебя вытащу на улицу Не надо со мной хитрить Эй, Паке Позаботься о ней Эй, Тони Где ты был? Я тебя искал Спроси ее Я тебя искал Клянусь Зачем ты ударил девушку? Я совершил ошибку Тони нет А не надо меня бить Сначала ты разгромил мой офис А теперь меня хочешь прикончить? Скажи Чего тебе от меня надо? Скажи Кто заставил меня пойти к доктору, чтобы он подписал разрешение? Кто это был? Это не я Радж Малия Хозяин карпании Фарма Радж Малия Тони Тони, я тебе все рассказал Дай мне немного передохнуть Где Бетель? Бетеля нет Нет Потерял Дай мне сигарету Пожалуйста Спасибо Ну так вот Послушай Не связывайся с Радж Малией Это опасный человек Дай спичку Ты меня изувечил Но я тебя прощаю Только пощади меня Когда я уходил Я видел людей потери Здесь тебе нельзя оставаться Идем со мной Дай сутки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дай сутки Быстрее, Голи Что это вдруг Заработал телефон Ты что, оплатил его? Нет Я счет не оплачивал Когда ты вернулся домой? Только что Минуту за две до тебя Субтитры сделал DimaTorzok Почему он не поднимает трубку? Мне кажется, ты ошибся номером Он стоит позади нас Субтитры сделал DimaTorzok 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 Подними руки Сюда Сюда Я хочу поговорить с господином Малья О чем? О докторе Гусай Но сейчас его... Я уже прикончил твоего потери Субтитры сделал DimaTorzok Если ты меня сейчас же не соединешь с Мальей Я тебя тоже застрелю Дима Торзок 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 Алло Резиденция Малья Это Синха Соедини меня с шефом Сейчас Да? Сэр, господин Синха звонит Слушай, Синха Сэр, здесь пришел один парень Одна минута, Синха Заходи, сынок С днем рождения, Виджай Спасибо, отец А где мой подарок? Приготовил мне сюрприз? Пока не скажу Всему свое время Где ты собираешься отметить свой день рождения? Не скажу, отец Догадайся, если можешь Там где в прошлый раз? Нет Там ты меня не найдешь Поспорим? Давай Если я выиграю, то подарок будет по моему вкусу Хорошо, будь осторожен Пока Пока Да, Синха, говори Сэр, у меня возникла проблема Пришел парень с пистолетом Хочет говорить с вами О докторе Голсайе Говорит, что прикончит меня, если я не устрою эту встречу Какой еще доктор? Мали, давай сначала встретимся А потом я тебе напомню Какой доктор? Ты мне что, угрожаешь? Пока не тебе А Синхе Если он не устроит мне встречу с тобой Я его прикончу Сэр, вы будете с ним встречаться или нет? Нет Синха Что случилось? Он застрелил меня И это подарок от твоего отца? Виджей И это подарок от твоего отца? Что? Подарок от отца Неужели это мне? Открывайте И это подарок от твоего отца И это подарок от твоего отца Я склоняюсь перед тобой Ты цвет моих очей Я все время думаю о тебе Ты совсем свела меня с ума И это подарок от твоего отца Субтитры создавал DimaTorzok 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 Давайте скорее! ДимаTorzok 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 Но только бездыханным. Тони! Я говорю серьёзно. Тони, слушай меня. Что ты будешь иметь, если Госсайя освободят? Пожми мне руку, и я дам тебе столько, сколько ты хочешь. Если же до тебя это так и не дойдёт, у тебя будут большие неприятности. Тебе дорого обойдётся, вражда, со мной. Я уже многих, таких как ты, отправил на тот свет. Кажется, ты не хочешь видеть своего сына живым. Сейчас тебе станет ясно, насколько сильно я люблю своего сына. Не забывай, меня зовут Раджмалья. Раджмалья. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Вики, скажи ему, если он хочет остаться в живых, пусть скажет, где сейчас Виджай. Где мой брат? Говори! Где мой брат? Говори! Где мой брат? Говори! Где мой брат? Говори! Вики, мне кажется, он просто так не скажет. Куча коров. Сделай что-нибудь. Давайте, ребята. Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дайте мне 5 минут Не стреляй! Если ты его бьешь, нам никогда не найти ВиДжея Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спроси его последний раз, Вики Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, это. Да, это. Да, это. Да, это. Да, это. Ты был прав, Вики. Не надо было мне доверять. Ты был прав, Вики. Вики, 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 сынок. Вики... Вики, Вики... Открой. Ну как, Молли, тебе понравилась эта игра? Я давно ее задумал. Я давно ее задумал. С одним твоим сыном я расправился. Если завтра ты не придешь в суд, то другого твоего сына ждет та же участь. Вики... 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...